Сталинградская битва что 28 июля 1942 года Сталин был вынужден издать приказ номер 227 «Ни шагу назад». Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. Буквально через 4 месяца советские войска дали решительный отпор врагу. 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. 23 августа 1942 года – самый страшный день. Сталинград подвергся настолько масштабной бомбежке, что город покрыло бомбами, как одеяло. Сталинград был практически сравнен с землей, но даже это не сломило боевой дух Красноармии. Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде, будь то немец или русский, составляла около 15 минут. Это означает, что бои были настолько ожесточенными, что любой человек, будучи внезапно заброшенным в город, едва ли имел шансы дожить до следующего дня. Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Потерпев невероятные потери в течение лета и осени, Красная Армия собрала последнюю волю в кулак для проведения контрнаступательной операции. Усилиями трех генералов – Ватутина, Еремин, Каракасовского – планировалось окружить 6-ю армию Паулюса и освободить город. В результате успешного контрнаступления наших войск 6-я армия Паулюса попала в кольцо окружения. 30 января 1943 года, когда Паулюс был уже готов сдаться, Гитлер присвоил ему высшее воинское звание Третьего Рейха – генерал-фельдмаршал. Это была хитрая уловка фюрера, ведь за всю историю Германии ни один генерал-фельдмаршал не попал в плен. Паулюс это знал, и принятие нового чина означало для него, по сути, самоубийство, так как вырваться из кольца окружения к тому моменту было уже практически невозможно. Сталинградская битва стала коренным переломом не только на фронтах, но и в сознании немцев и русских. Красноармейцы поняли, что гитлеровцев можно побеждать, воспрял боевой дух армии. Немцы же осознали, какую страшную войну они развязали. После поражения в Сталинградской битве даже сам генерал Паулюс перешел на сторону антифашистского движения, что стало настоящим шоком для немцев и заставило о многом задуматься. После победы в Сталинградской битве в СССР появился карикатурный плакат, изображающий Адольфа Гитлера в виде девицы, потерявшей колечко, что было прямым намеком на поражение в Сталинградском кольце окружения. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Крах фашистской армии на Волге убедительно показал, что Красная армия и ее руководство сумели начисто переиграть хваленых немецких стратегов. 2 февраля, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, стал днем воинской славы. Низкий поклон всем жителям военного Сталинграда и его защитникам, всем, кто погиб, всем, кто выжил, всем, кто восстанавливал город из руин. Мы помним.